На каждом из полей верхней и нижней горизонтальной шахматной доски 8х8 стоит по фишке. Внизу белую, вверху черную. За один ход разрешается передвинуть любую фишку на соседнюю свободную клетку по вертикали или горизонтали. За какое на меньшее число ходов можно добиться того, чтобы все черные фишки стояли внизу, а белые вверху. Так, мы рассмотрим шахматную доску. Это что-то вроде уголков. Есть такая детская игра, где в одном углу стоят фишки, а в другом есть прыгать. Только в данном случае прыгать нельзя, а можно только передвигать на соседнее. И играют оба заодно. То есть цель максимально быстро поменять местами. Итак, белые отмечаю вот так вот, черными точками. Тут, казалось бы, каждая должна сделать снизу 7 ходов вверх, а сверху 7 ходов вниз. Маленькая проблема, что кто-то встретится. Меньшее расстояние, это, собственно, будет, если мы поменяем вот эти все фишки. Ну да. А, соответственно, нам нужно будет сделать один маневр. Ну, мы будем рассматривать сначала не всю доску, а вот две, которые будут напротив другого стоящие. И, по сути, нам придется, чтобы поменяться местами, одна фишка должна будет сделать маневр примерно такой. Ну, она выйдет, зайдет так вот, так вот, и обязана так. А другая будет просто напоперег. Я посчитаю все это, но я просто сейчас сомневаюсь. Вы, конечно, считаете все это. Потому что, почему это является единственным и быстрейшим способом. Кодов вверх, безусловно, 7. Это все понимают. А вот вопрос, как отходить в сторону. А, ну, наверное, все равно надо будет хоть раз отойти в сторону и вернуться. Значит, хотя бы два хода нужно. Нет, зачем? Может, они так, наверное, что... А если будет меняться? Если первая идет на вторую верхнюю, первая идет на вторую верхнюю. Если они будут меняться, которые вот так вот. Или вот так, пущи, как... Тогда им будет больше ходов, потому что... Нет, у них будет столько же ходов. Больше не будет, потому что не надо будет тратить на возвращение. Поэтому там может быть даже... Как это доказать? Как это объяснить? Давайте, может, решить. Да, давайте. Сейчас, так у нас получается наименьшее число горизонтальных ходов. Мы хотим доказать, что это сколько? 16? Да. У нас эта фишка выйдет вот так. Дальше опять путешествует вот так. Дальше вот это до конца. И вот это вот так. И это до конца. Две фишки выведем. Ну вот. Ну здесь то же самое. Делаем ждать в сумме 8 горизонтальных ходов. Получается. Ну, не очень понял, если ты. А, не очень понял. Офигеться. Еще раз. О том, как они... Дело в том, что то, что 8 горизонтальных ходов нужно, это очевидно. Сейчас. Почему? А, не в каждой паре хотя бы один. Да. Потому что на каждой вертикали нам потребуется хотя бы один горизонтальный ход. Понимаете почему, да? Если у вас и верхняя, и нижняя фишки не сдвигаются, то они как бы пройти друг через друга не смогут. Поэтому, если вы сумеете за 8 горизонтальных ходов сделать, то задача будет решена. Первый этап. Эта фишка должна выйти. Не должна, а пусть эта фишка вышла. Дальше. Дальше. Это придет сюда. Сделав один горизонтальный. Сделав один горизонтальный ход. Отлично. Окей. Дальше. Это дойдет до конца. Да. Вот дальше. Это дойдет до сюда. Тоже сделав один горизонтальный ход. Да. Отлично. Все. Это, кстати, 4. То есть, правда? Оказывается, что так на паре, если разбить, то действительно достаточно возьми горизонтальных ходов. Победа? Еще раз показываем процесс. Как это происходит. Решение задач состоит из двух частей. Часть первая. Реально он покажет, как сделать за 8 горизонтальных ходов. И когда все фишки идут снизу вверх, а сверху вниз. Другая часть решения, другой этап. То, что нельзя меньше, чем 8 горизонтальных ходов. Так вот, то, что нельзя меньше, чем 8, это очевидно. Потому что у вас в каждой вертикали обязательно хотя бы одна из этих двух фишек должна сделать горизонтальный ход. Значит, осталось показать, как обойтись у семью горизонтальными ходами. Пожалуйста. Так, еще раз. Значит, сначала эта фишка должна выйти больше, чем на одну клетку. Ну, не важно. Вот. Двинулась вниз. Да, сдвинулась вот так вниз. Дальше. Эта фишка идет вот так, и доходит до сюда, сделав один горизонтальный ход. Вот. Дальше. Это у нас путешествует сюда. Это идет сюда, сделав один горизонтальный ход. И это идет вниз. Ну, вот. А то и врат. А то и у нас в этой четверке два горизонтальных хода. Спасибо. Ну, и в остальных. Дальше, округленно спасибо, потому что задача симпатичная. Там еще, кстати, есть... Что это? Еще ДПР для 7 на 7. Да, и что там? Ну, я не знаю. То есть там, именно там такой способ коедей не пройдет. Наверное, сегодня для трех надо. В смысле? Ну, там немножко сложнее. 7 на что-то, чем? Да, просто на пару не разобьешь. А ну, кажется, я понял. А вот вопрос есть в том, что у нас, к сожалению, оценка снизу в 7, а время в 8. То есть здесь такой вопрос. Можно обойтись с 7 горизонтальными ходами или нельзя? Раскрасим доску следующим образом вообще. Так. 7 на 7. Вот. Это первый столбец белый цвет, второй столбец черный цвет. Это и так далее. Тогда, заметим, что при горизонтальном ходе у нас фишка заменяет цвет столбцов, которые находятся. Теперь... В начале в черных столбцах у нас стоит 6 фишек. Да. В конце в черных столбцах должно стоять тоже 6 фишек. Да. Но при горизонтальных ходах у нас изменяется четность числа фишек. Значит, не могло быть 7 горизонтальных ходов. Вообще не могло быть нечетное число горизонтальных ходов. Да. Ну и все. 8. Значит, хотя бы 8. 8. 8 это не проблема. Как вы говорите, уступить дорогу и все.